Почти непреодолимый обман сатаны в последнее время. Пастор Стивен Бор. Почему те, кто ожидал Мессию, отвергли Его, когда Он пришел? Я думаю, что ответ на этот вопрос очень прост, и этот ответ содержится в Евангелиях. Несмотря на то, что иудеи знали пророчества Мессии, они неверно толковали эти пророчества. Они истолковывали эти пророчества согласно эгоистичным желаниям своего сердца. Они не желали знать о том таинственном царстве духовной трансформации, которое Иисус собирался принести людям. Они на самом деле желали земной теократии. Они желали Мессию, который был бы военным генералом, который навел бы порядок в обществе с помощью силы, уничтожил бы ненавистных римлян или, если хотите, сиркулярных гуманистов того времени, и возвысить иудейский народ над всеми остальными народами мира с Мессией, сидящим на земном троне. Проблема Иудеи в времени Христа была в том, что они ожидали не того Мессию. Мы видим эту проблему лучше всего под конец земной жизни и служения Иисуса, когда Пилат вывел Иисуса и Вараву и поставил их перед народом рядом друг с другом. И он сказал иудейским лидерам, собравшимся там вместе с народом, пришедшим на праздник Пасхи, «Кого отпустить вам? Или кого вы выбираете в качестве Мессии? Выбираете ли вы Иисуса, называемого Христом? Или вы выбираете Вараву? Есть очень большая вероятность того, что Вараву звали также Иисус, Иисус Варава. Итак, у них спросили, «Вы выбираете Иисуса Христа или Иисуса Вараву? Какого Мессию вы хотите?» Мы, конечно, все знаем об их выборе. Они сказали, «Освободи нам Вараву! Мы желаем именно такого Мессию!» «А Иисуса Христа распни!» Очень важно понять, кем был Варава. Откроем Евангелие от Луки, глава 23, стих 19. Там мы найдем тот тип освободителя, которым видел себя Варава. 19 текст, 23 главы, Евангелие от Луки, говорит о Вараве следующее. «Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство». Другими словами, Варава был возмутителем. Он был революционером. Он был намерен свергнуть римское владычество. Он был тем типом Мессии, которого ожидали и желали иудеи. Интересно прочесть комментарий Эллен Уайт насчет Варавы. Она имела глубокое понимание характера этого человека, его стремлений и методов, которыми он пользовался. В книге «Желание веков», страница 733, написано так. «Этот человек», то есть Варава, объявил себя Мессией. Он утверждал, что имеет власть устанавливать другой порядок вещей, чтобы исправить этот мир. Одержимый сатаной, запомним эти слова, одержимый, точнее, обманутый сатаной, он утверждал, что все награбленное им принадлежит ему по праву. Он творил чудеса силой сатаны. Здесь мы видим мысль о настоящих чудесах. Он творил удивительные вещи силой сатаны, приобрел последователей и подстрекал народ к восстанию против римского правления. Под маской религиозного рвения в нем скрывался закоснелый и отчаянный разбойник, склонный к жестокости и мятежу. Итак, Пилат предъявил народу двух потенциальных мессий Иисуса, святого, непорочного и невинного, который пришел принести духовное царство небесное в сердца людей и воравву другого, так называемого мессию, который желал утвердить некое царство и порядок с помощью физической силы. Перед народом стоял представитель духовного и вечного царства небесного с одной стороны и политического светского временного царства с другой. Иисус учил повсюду и везде тому, что перед наступлением буквального царства небесного в сердцах людей должно воцариться духовное царство Христа. Другими словами, приготовление к славному царству Христа заключается в воплощении в жизни заповедь блаженства, блаженные миротворцы, блаженные чистые сердца и так далее. Иными словами, сначала должно измениться сердце человека, чтобы приготовить его к славному царству небесному. Но люди того времени хотели воцарение славного царства небесного, минуя приготовление сердца Духом Святым. Они желали того царства, которое навязывается извне, а не того царства, которое вырастает изнутри. Заметьте, что сказал Иисус в 17 главе Евангелия от Луки, стихи с 20 по 25. Луки в 17, стихи с 20 по 25. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, он отвечал им, будьте внимательны, ведь когда фарисеи спросили о времени пришествия Царства Божьего, то они уже имели какое-то представление об этом царстве. В своих умах они имели в виду царство Вараввы, того, кто восстанет, соберет народ, организует войско и поразит римлян, чтобы утвердить земное царство, с самим Мессией, царствующим на своем троне в Иерусалиме». Но заметьте слова Иисуса. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом». Что же значит фраза «приметным образом»? Она означает «внешнюю демонстрацию силы и власти». Оказывается, Царство Божие не придет таким образом. Далее Иисус говорит, «И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие где? Царствие Божие внутрь вас есть». Заметьте последующие слова Иисуса, стих 22, «Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите. И скажут вам», это очень важно, Иисус настаивает на том, что Его Царство должно сперва быть внутри вас. Но заметьте слова Иисуса из 23 стиха, «И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Мы прочли слова Иисуса о созидании Его Царства сперва в нашем сердце, и только потом с пришествием Иисуса настанет Царство Слава. Однако иудеи времен Христа этого не понимали. Поэтому они отвергли своего Мессии. Однако в 70-м году по причине их отвержения своего Мессии и Его Духовного Царства Иерусалим был уничтожен. Храм также был уничтожен. Иудеи были рассеяны во все уголки земли. И это разрушение Иерусалима является прообразом или символом того, что будет происходить в конце времени. Если вы читали 24-ю главу Евангелия от Матфея, вы заметили там два вопроса «Когда это будет?» или «Когда состоится разрушение Иерусалима?» и «Каковы признаки твоего пришествия и конца мира?» Поэтому что произошло с иудейским народом произойдет снова, только в более обширном всемирном масштабе. Взглянем же на то, что произошло с еврейским народом. Давайте сравним это с реакцией христианского мира на пришествие Мессии во второй раз, что об этом говорит Библия. Откроем второе послание Фессалоникийцам, глава вторая. Мы прочтем для начала первые восемь текстов этой главы. Я не буду подробно рассматривать эти тексты. Мы уже изучали их с теми, кто здесь присутствует. Я хотел бы остановиться на текстах с девятого по тринадцатый. Но чтобы понять эти тексты, нам нужно освежить в памяти первые восемь текстов. И по мере чтения я буду делиться некоторыми мыслями, чтобы напомнить о значении этих текстов. Апостол Павел пишет, второе Фессалоникийцам, вторая глава с первого текста, «Молим вас, братья, о пришествии». Слово «пришествия» здесь очень важно. Это греческое слово «парусия». Вспомните, что греческое слово «парусия» указывает на второе пришествие Христа. «Молим вас, братья, о пришествии Парусии, Господа нашего Иисуса Христа, и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Апостол пишет, друзья, не позволяйте никому убедить вас в том, что день Христов уже наступил. Пусть никто не убедит вас в том, что Парусия уже наступает, или даже в том, что она наступит скоро. Читаю дальше, с третьего стиха. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, или день Парусия, день пришествия Иисуса, или день Христов, как здесь сказано, ибо день тот, день пришествия Христа, не придет, доколе не придет прежде отступление». Это термин «отступление». На греческом оригинале представляет собой слово «апостасия». В английском языке «апостаси», то есть «отступление». «Парусия» сначала должно прийти отступление, а затем после отступления будет Парусия, или славное пришествие Иисуса. Павел продолжает, «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». Заметим, что связано с этим отступлением. «И пока не откроется человек греха». Я спрошу, что такое грех? Как адвентисты, вы знаете ответ на этот вопрос. 1 Иоанна 3, 3 глава, 4 стих. Там ясно сказано, что грех это нарушение закона. Поэтому данный человек греха будет вести народ к нарушению Божьего святого закона, не так ли? Это естественно для человека греха. Итак, мы считаем, пока не откроется человек греха, до этого времени он каким-то образом скрывался, не так ли? Это очевидно. Заметьте, как он назван «сын погибель». На нашей предыдущей встрече мы изучали тему сына погибель. Кто был сыном погибели, назван сыном погибели? Иуда Искариот. Был ли Иуда Искариот явным и открытым отступником? Хулил ли он Иисуса явно? Был ли он атеистом, противником Бога? Нет. Иуда входил в ближайшее окружение Иисуса, не так ли? Он был апостолом. Остальные апостолы даже не подозревали о его предательстве, даже после того, как Иисус выслал его из Верхней Горницы. Он называл себя последователем Мессии. Он даже предал Иисуса как целованием. Другими словами, этот, так сказать, антихрист не представлял собой какого-то явного богохульника, который открыто противился бы Иисусу. Поэтому антихрист будущего также будет чем-то похож на Иуду. Он будет называть себя последователем Иисуса, исповедовать свою веру во Христа, но вместе с тем, незаметным образом он будет противодействовать намерениям Христа. Поэтому о нем и сказано «сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего», называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Заметьте, что он воссядет в храме Божьем. Многие протестантские церкви приходят к выводу о том, что Иерусалимский храм будет снова отстроен, и что этот сын погибели воссядет в Иерусалимском храме на Ближнем Востоке, и что он назовет себя Богом, и что большая часть мира придет и поклонится ему как Богу там, в Иерусалимском храме. Но обратите внимание на тот простой факт, что апостол Павел употребляет выражение «храм Божий» много раз в своих посланиях. 1 Коринфянам 3, 16-17, Эфесянам 2, 20, 1 Коринфянам 6, 19, 20 и другие тексты. В каждом тексте, где апостол Павел использует термин «храм Божий», он имеет в виду «церковь». Он имеет в виду либо церковь в Эфесе, либо церковь в Коринфе. Другими словами, храм Божий это отнюдь не иудейский храм отстроенный. Храм Божий это церковь, созданная на духовных основах апостолов и пророков, имея духовный краеугольный камень в своем основании Иисуса Христа и представляющие собой духовные камни. 2 глава 1 Петра, построенная на этом основании и на этом краеугольном камне. Поэтому данный антихрист не будет восседать в восстановленном Иерусалимском храме. Он восседет в христианской церкви. Там нам и следует ожидать его увидеть, если он будет подобен Иуде, который был ближайшим учеником Христа. Антихрист воссядет в самом сердце христианства, другими словами. Затем апостол Павел с 5 текста продолжает, «Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Итак, есть нечто удерживающее этого человека греха, сына погибели, эту персону, которая воссядет в церкви. Нечто удерживает его от проявления себя. Вопрос, что же удерживает его? Согласно всем ранним отцам церкви, которые мне знакомы, они, жившие в тот период времени, понимали, что эта удерживающая сила это Римская империя, точнее, светская власть, секулярная гражданская власть того времени. Иными словами, гражданский Рим или Римская империя должен быть устранен как владычествующая власть, чтобы данная власть человека греха могла проявить себя. И мы, конечно, знаем, что в определенное время истории, согласно 13 главы книги Откровения, стих 2, Римская империя отдала свой престол, свою власть и силу зверю, то есть человеку греха. Другими словами, Римская империя, как господствующая власть, была смещена, на ее месте появилась система, которая до сих пор существует и которая называется Римское католическое папство. Поэтому апостолы пишут, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. И в течение своего времени, это времени 1260 лет, Бог сказал, что эта система будет у власти время, времена и полвремени, то есть эта система возникнет на определенное время. Но далее апостол пишет, ибо тайна беззакония, заметьте, что эта система отличается своим беззаконием, ибо тайна беззакония уже в действии. Как вы видите, даже во дни Павла, этот дух Антихриста, этот дух беззакония уже желал проявиться. Павел затем повторяет, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Что же мы выясняем? Как в двух словах описать, сказанное апостолом Павлом о скрытой природе и об откровении Антихриста? Как я упоминал, определенные стихи интересующие нас сегодня начинаются с восьмого стиха. Прочтем же стихи с восьмого по двенадцатый и узнаем, что произойдет, когда эта система полностью откроется и ее лидер будет полностью разоблачен. Читаю дальше. И тогда, то есть, когда удерживающая власть будет устранена, здесь нужно кое-что прояснить. Удерживающая власть была устранена, когда Римская империя ушла с пути римского католического папства, уступив ему мировое владычество. Однако в 1798 году в мире снова взяла верх светская власть, потому что она нанесла папству смертельную рану. Поэтому в течение 1260 лет, согласно тому же Малахи Мартину, который был иезуитом до самой смерти, в течение последних 200 лет в мире царила светская власть. Но Писание говорит, что эта смертельная рана будет исцелена. Иными словами, светская всемирная власть снова уйдет в тень, отдав бразды правления миром той же системе, которая владычествовала 1260 лет. И так пророчество простирается не только до 1798 года, но и до самого конца времени, когда светские власти мира, которые отказались когда-то поддерживать эту систему, снова дадут ей свою поддержку. Они позволят этой системе снова владычество. Об этом периоде времени здесь и говорится, когда мы читаем, и тогда откроется беззаконник. Слово откроется. Здесь греческое слово апокалипсис. Это одно из трех ключевых слов, которые имеют прямое отношение ко второму пришествию Иисуса. Их всего три. Одно Парусия, второе Эпифания и это третье Апокалипсис. Все три слова описывают второе пришествие Иисуса. Позвольте спросить, состоится ли второе пришествие этого беззаконника перед вторым пришествием Иисуса? Конечно да. об этом сказано в Слове Божьем. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего или своей Парусии. Не видите ли вы здесь двух пришествий? Первое это явление беззаконника, апокалипсис беззаконника, откровение беззаконника, если хотите. После того, как откроется беззаконник, Иисус уничтожит его явлеем своей Парусии или своего пришествия. Мы видим здесь два пришествия. Пришествие беззаконника, антихриста, а также имеем пришествие или Парусию Христа. Вы скажете, но в описании поддельного второго пришествия Христа употребляется слово апокалипсис, а не Парусия. Но если вы прочтете со мной девятый стих, то вы увидите, что слово Парусия также используется в описании пришествия беззаконника. В девятом стихе сказано «Того, которого пришествие, то есть Парусия, по действию сатаны или согласно действию сатаны». Скажите, будет ли сатана иметь участие в этой Парусии? Будет ли он руководить этим апокалипсисом или этим откровением беззаконника? Да, здесь используются оба слова. Он будет открыт, он проявит свой апокалипсис и беззаконник проявит свою Парусию. Иными словами, беззаконник будет иметь свое собственное пришествие. Будет ли это пришествие иметь место перед пришествием Иисуса? Это должно быть так, потому что пришествие Иисуса будет для него погибелью. Поэтому беззаконник не может явить свою Парусию после своей погибели. Поэтому поддельное пришествие беззаконника и Антихриста должно состояться перед славным пришествием Иисуса. Откроем книгу Деяний, 2 глава, 22 стих. Деяние 2, 22. Очень интересный текст. Вы заметите, что здесь во втором послании к Фессалоникийцам 2 главе сказано об этом беззаконнике, что его пришествие под действием сатаны будет со всякой силы и знамениями и чудесами ложными. Знаете ли вы, что во всей Библии есть только один текст, который использует эту комбинацию трех слов «сила, знамения и чудеса». Только один текст во всей Библии, кроме прочитанного нами, использует три греческих аналога этих трех слов, которые переводятся так же. Три идентичных греческих слова. И эти три слова содержатся в тексте из книги Деяний 2, 22. Обратите внимание на то, что там написано. Там Петр в день Пятидесятницы говорит и проповедует и говорит, мужи «Слушайте слова сии». «Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди нас, как и сами знаете». Согласно данного текста, кто показал силу чудеса и знамения? Иисус показал. Вернее, Бог через Иисуса. Но во 2-й главе 2-го послания фессалоникийцам мы читаем, что знамения, силы и чудеса будут совершаться кем? Человеком греха. Антихристом во время его поддельного апокалипсиса или поддельной парусии. Не означает ли это, что данный антихрист будет совершать многие из тех чудес, совершаемых Христом, когда тот был на земле? Собирается ли он совершать многие из тех знамений, совершаемых Иисусом? Многие из проявлений силы, совершаемых Иисусом? Будет ли он учить некоторым истинам, которым учил Иисус? Да, потому что одни и те же слова используются как в отношении Христа, так и в отношении этого беззаконника, который приходит по действию сатаны, то есть совершает эту поддельную работу силой сатаны. Вернемся к девятому стиху. Пришествие беззаконника, мы снова видим акцент на попирании закон, будет по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих. Кто примет это обольщение? Погибающие. Те, кто погибает. Вопрос, почему они примут заблуждение? Почему они погибнут? Ответ мы имеем прямо в этом тексте. За то, что они не приняли, будьте внимательны, не приняли любви истины для своего спасения. Почему они будут обмануты? Потому что они не принимают любовь истин. Я хочу задать вопрос. О какой истине идет речь? Вы можете сказать об истине вообще. Обо всех истинах Библии. Обманутые не верят всем истинам Библии. Но, согласно контекста, здесь говорится об одной конкретной истине. Речь не идет об истине вообще, не об истине о состоянии мертвых, о субботе, о реформе здоровья, о десятине, о браке и о других истинах, которые мы очень дорожим. Они все важны, и Антихрист тем или иным способом будет нападать на них. Но здесь имеется в виду одна конкретная истина. Продолжим читать. Зато не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения. Когда говорится о том, что Бог пошлет заблуждение, это значит, что когда люди сами выбирают обман, Бог отходит в сторону и оставляет их во власти обмана, потому что Он уважает нашу свободу выбора. Ему очень печально, Он, с сожалению, все еще желает их спасения, не желает отдавать их во власть заблуждения, но вынужден соблюдать их свободу выбора. Поэтому Бог отходит в сторону, и когда Бог позволяет этому происходить, Библия называет это словами Бог посылает. Вспомните книгу Иова, то, что Бог позволил, было приписано ему и его владычеству, однако он не делал этого сам. Когда люди делают свой выбор, Бог отходит в сторону и сатана действует. Такова реальность. Поэтому и сказано, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить этой лжи. В переводе Короля Якова сказано, будут верить лжи, просто. Но в древнегреческом языке, на котором был написан Новый Завет, перед словом лжи стоит определенный артикль, что в переводе значит этот. Поэтому речь не идет о лжи вообще, речь идет об определенной лжи. Поэтому данные люди обмануты, введены в сильное заблуждение, согласно текста, потому что они верят в какую-то определенную ложь. Я спрошу, что это за ложь, в которую они поверили в конце этого текста? В чем ложь? Мы читали о поддельном втором пришествии Христа в исполнении откровения беззаконника. Он являет силу, знамение, чудеса. Иными словами, он подделывает второе пришествие Иисуса. Вот в чем заключается ложь, которую примет этот мир. Сколько людей примут ее? Только мусульмане, буддисты и индуисты? Подумайте об этом. Именно христианский мир будет обманут, потому что данный антихрист, как мы уже выяснили, сидит в храме Божьем. Он подобен Иуде Искариоту. Он тайный агент. Он язычник, если хотите, замаскированный под христианина. И мы все еще говорим о системе. Другими словами, люди будут обмануты, потому что они поверят в эту ложь. Перейдем к 12 стиху. Да будут осуждены все неверовавшие здесь снова то же самое неверовавшие этой истине. Какой истине? Истине о пришествии Христа. Истине о том, как Иисус на самом деле собирается прийти на землю. Но про этих людей сказано далее возлюбившие неправду. Позвольте спросить, много ли пророчеств в Библии о событиях последнего времени? Много ли таких пророчеств говорящих о том, как именно Иисус придет? Да, много. Много ли говорят о последовательности событий перед Его пришествием? Да, много. Иудеи также имели много пророчества Мессии. Разве это пророчество не показывает, что отступление будет иметь место в церкви, после чего придет Иисус? Да, показывает. Но что об этом говорит сегодня христианский мир? Консервативная ветвь протестантизма, к примеру, говорит о том, что церковь будет вознесена в небеса, и после этого начнется отступничество, после этого настанет время скорби. Поэтому все эти христиане войдут во время скорби не готовыми к ней, потому что они не верили в то, что будут через нее проходить. Они широко раскрыли свои двери для принятия этого обмана антихриста. Писание ясно заявляет об огромном отступлении в христианской церкви, после которого состоится пришествие Иисуса. Я спрашу, если в церкви ожидается великое отступление, то не значит ли это, что церковь не будет восхищена на небеса до самого пришествия Христа? Если храм Божий это церковь, если в церкви будут иуды, называющие себя христианами, то это как раз соответствует идее о том, что эти пророчества относятся не только к евреям. Разве не в этом углубительная ложь сатаны? Он желает, чтобы мы думали, что борьба происходит где-то там, когда борьба идет в Соединенных Статах, в Риме, и ее многие не видят, потому что они смотрят не туда. Дьявол является маневрах. Он показывает дым там, где нет огня. Какое царство, по-вашему, протестанты желают установить в Соединенных Штатах? То ли глубокое духовное царство, при котором Бог посредством Святого Духа своего воцаряет свой закон в человеческих сердцах? Не того ли они хотят царства, где моральное поведение навязывается внешними условиями и законами? Не того ли теократического царства они хотят, где изменения совершаются под давлением Белого Дома, или даже военной силой и судами, когда изменения навязываются извне, они исходят изнутри, из сердца? Разве не таких изменений ожидал и жаждал Варавва? Разве не такими принципами руководствовался бы Мессия, которого ожидали иудеи во дни Христа? Сегодня мы слышим о том, что Иисус придет и установит свое тысячеледнее царство здесь, на земле, воссядет на троне Давида и будет управлять народами жезлом железным, и что он, конечно же, будет покровительствовать всем христианам. Но чего сегодня желает христианский мир? Он желает Царства Божьего без предварительной подготовки сердца, без подготовки Духом Святым, без преобразования характера и жизни, без воцарения закона Божьего в жизни, чтобы мы любили Иисуса и соблюдали Его заповеди не потому, что так говорит правительство, а потому, что так говорит Дух Святой. И когда христиане верят в будущее земное тысячелетнее царство, где Иисус восядет на земном троне, они открывают широкие двери своего сердца для последнего обмана сатаны, поддельного второго пришествия. Потому что если вы ожидаете пришествия Иисуса, который останется на этой земле после своего второго пришествия, тогда все сторонники человека греха, живущие на земле, без особого труда убедят вас в том, что Антихрист является Христом. Эллен Уайт в книге «Великая борьба», страница 23, пишет, «Величайшим грехом иудеев было отвержение Христа. А величайший грех всего христианского мира заключается в отвержении закона Божьего как основы его правления на небе и на земле». Вы скажете, какая связь между отвержением Христа и отвержением закона? Связь очень проста. Закон – это отражение характера Христа, а Христос является воплощением закона. Позвольте прочесть интересное высказывание из «Знамений времени» за 15 ноября 1999 года, этот прекрасный абзац, принадлежащий Перу Эллен Уайт. «Подобно тому, как речь выражает мысль, так и Христос выражает невидимого Бога. Он есть откровение Отца и поэтому назван Словом Божьим. Бог послал Своего Сына в этот мир, облекая Его божественность в человеческую природу, чтобы показать в Его жизни и характере самого Отца, чтобы люди могли носить образ невидимого Бога. Послушайте дальше. Он, то есть Христос, был воплощением закона Божьего, закона открывающего характер Бога. Если вы желаете познать настоящий закон, смотрите на Иисуса. Если вы желаете знать, как соблюдать закон, смотрите на Иисуса. Потому что Иисус стал воплощением закона. Он показал закон как личность. Иисус же жил такой жизнью, потому что Дух Святой руководил его жизнью, а не потому, что от него это требовалось. Но вы спросите, пастор Борг, как вы можете говорить, что христианский мир станет беззаконным прямо перед вторым пришествием Христа? А разве они не помещают десять заповедей в залах суда, в школах и в законодательных институтах? Вы можете сказать, разве христианский мир не борется за соблюдение десяти заповедей? В этом-то вся и проблема. Они борются за то, чтобы десять заповедей соблюдались внешне, в обществе, тогда как они сначала должны воцариться внутри человека. «Я желаю исполнить волю Твою», говорит Иисус, «закон Твой у меня в сердце», пишет псалмопевец. Я хотел бы сейчас прочесть очень содержательный абзац из Духа Пророчества. Он довольно объемный, потому что Эллен Уайт говорит там о том, что мы изучали во втором послании Фессалоникийцам, о человеке греха, о подделке под второе пришествие Иисуса, о поддельном апокалипсисе, о его парусии, о явлении сил, чудес и знамений. Эллен Уайт пишет об этом очень интересно, и я хотел прочесть это. Я прочту из книги «Великая борьба», страница 625-626. Послушайте, пожалуйста. Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя, как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Слава, окружающая Его, превзойдет все, когда-либо виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. Христос пришел, Христос пришел. В величайшем восхищении люди падают перед Ним. Он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у Него мягкий и приглушенный и вместе с тем мелодичный. Дьявол может быть очень милым. Словами, полными нежности и сострадания, Он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем светить день благословенный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят Его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. Послушайте дальше. Отсюда я взял название нашей темы. Какой сильный и почти непреодолимый обман. Здесь говорится о второй главе второго послания фискальники истин. Этот обман почти непреодолим для святых, но не для остальных людей. Она продолжает. Кстати, как нам защититься от этого обмана? Автор пишет далее. Но народ Божий не удастся обмануть. учение лжа Христа противоречит священному писанию. Вы знаете, иногда мы не можем ответить дьяволу словами «так написано», потому что мы не помним, где это написано. Но что еще хуже, многие адвентисты не могут сказать «так написано», потому что они вообще не знают, написано ли это. Мне как-то сказали, «меня интересует не столько то, чего мы ожидаем в будущем, сколько то, кого мы ожидаем в будущем». Я же отвечаю, если вы не знаете, чего вы ожидаете в будущем, вы примете не того, кого нужно принять в будущем. Нам пора открыть свою Библию и изучать ее, чтобы понять, что происходит, что еще будет происходить. В противном случае мы не устоим перед очарованием этого поддельного антиротированным. Эллен Уайт пишет, «Учение лжа Христа противоречит Священному Писанию. Он благословляет тех, кто подклоняется зверю его образу, именно тех, о ком Библия говорит, что над ними будет излит гнев Божий без всякой милости». Более того, как видите, прежде всего, его учение не выдерживает пророк Писания. Он говорит, что Бог благословляет соблюдающих воскресенье вместо соблюдающих субботу. Его учение ложно, но прочту дальше. Более того, сатане не позволено подражать способу пришествия Христа. Другими словами, способ пришествия Христа не подражаем. Спаситель предостерегал свой народ от подобного обмана, ясно указывая на то, как будет происходить его пришествие. Такое пришествие подделать невозможно. О нем станет известно повсюду. Его увидит весь мир. Вы скажете, тогда мы не ошибемся. Как только этот антихрист коснется земли, я буду знать, что это не Иисус. Но одно дело иметь логические ключи и отгадки, и совсем другое иметь сердечные отношения. Автор продолжает, только усердно исследующее Писание, те, кто принял любовь истины, видите, любовь истины, будут защищены от силы обольщения, которое пленит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат обманщика. Все будут испытаны. Искушение выявят истинных христиан. А сейчас прозвучит очень важное высказывание, особенно для адвентистов. Она пишет, стоит ли теперь народ, стоит ли теперь народ Божий так твердо в его слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Наполняете ли вы свои души Словом Божьим, чтобы твердо сказать, это не Христос? Стоит ли теперь народ Божий так твердо в его слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это критическое время придерживаться Библии и только Библии? Сатана будет делать все возможное, чтобы помешать приготовлению к этому дню. Он будет создавать разные препятствия, чтобы люди были, послушайте внимательно, чтобы люди были поглощены земным богатством, чтобы несли тяжелое изнурительное бремя, чтобы их сердца были отягчены заботами жизни, и время испытания пришло для них как тать. Видите ли, даже наши ежедневные занятия могут стать препятствием наших духовных отношений с Иисусом. Сегодня утром в нашем классе субботней школы мы говорили о том, что некоторые вещи, которые сами по себе не так уж и плохи, поглощая все наше внимание и время, отвлекая нас от молитвы, от изучения Слова Божьего, от свидетельства другим людям о Христе, то даже хорошие занятия могут стать губительными для нашей духовной жизни. Заботы житейские могут поглотить всю нашу жизнь и внимание. Важно ли приближаясь к концу нашей встречи несколькими текстами Писания, ясно открывающими способ пришествия Иисуса. Иоанна 14 глава, с 1 по 30 стихи. Этот текст очень хорошо известен, мы можем цепировать его на память. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца моего обителей много». Где находится дом Отца? На небесах, спасибо. «В доме Отца моего обителей много, если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам». Куда Иисус отправился, чтобы приготовить место? В дом Отца. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять». Я останусь с вами? Нет. «Я приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я». То есть в доме Отца. Книга Деяний, 1 глава с 9 по 11 стихи. Эти тексты нам известны, но разве не важно освежать важные истины в памяти? Эти тексты достойны запоминания. Книга Деяний, 1 глава с 9 по 11 стихи. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, то есть своих учеников, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, это были ангелы, и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Собирается ли Иисус вернуться точно так же, как и вознесся на небо? Да. Могли ли ученики видеть его вознесение? Да. Но как нам относиться к идее о невидимом пришествии Иисуса? К учению о тайном восхищении, согласно которому люди внезапно исчезают, потому что Иисус приходит за ними тайно. Писание говорит, что когда Иисус придет, Он будет видимым точно так же, как был видимым, возносясь на небо. Матфея 24 глава с 23 по 27 стихи. Иисус предупреждает нас об этом. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот почему этот обман назван почти непреодолимым. Если возможно и избранных прельстить, это может быть вполне возможно, поэтому обман почти непреодолим. Читаю дальше. Вот Я наперед сказал вам. Иисус говорит, Я предупреждаю. Итак, если скажут вам, вот Он в пустыне, выходите туда? Нет. Не выходите, Он говорит. Вот Он в потаенных комнатах. Не верьте, ибо как молния исходят от Востока, и бедна бывает даже до Запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. Это пришествие будет таким же ясным и видимым, как вспышка молнии в небе. Матфея 24, 31. Там говорится о славном пришествии Иисуса следующее. И пошлет ангелов своих. Что Он сделает? Почему Он пошлет ангелов? Если Он посылает ангелов, то Он еще довольно далеко от земли, правда? И пошлет ангелов своих с трубой громогласной и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Итак, Он посылает своих ангелов, и Его ангелы собирают избранных. И что они по-вашему собираются с ними делать? Не читали ли вы о том, что они будут восхищены на облаках навстречу Господу на воздухе? Что же это за облака? Если они будут восхищены на облаках, то облака спустятся за ними, чтобы взять их на себя, а затем эти облака поднимут их к Иисусу. Откровение 1.7 «Се грядет с облаками и узрит его почти всякое око» Правильно я прочитал? Так написано? Нет, вы очень внимательны. «И узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». И конечно мы прочтем этот изумительный отрывок из 1 послания Фессиана Икейтсен, 4 глава с 15 по 17 стихи. Апостол Павел пишет, «Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господни, не предупредим, не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при тихом голоске, нет, при глазе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, на облаках ангелов, встретение, встречу Господу на воздухе и так всегда с Господом будем». Кстати говоря, не читали ли вы в 20 главе книги Откровения «Что после тысячелетнего периода нечестивые окружат город, в котором будут находиться святые. Этот город сойдет в конце тысячелетнего царства, поэтому святые будут в нем при его сошествии». «Где же был этот город в течение тысячи лет? На небесах». Дьявол подготавливает христианский мир для принятия коварного обмана, и он делает это с помощью учения о бессмертии души. «Людям не будет стоить большого труда принять ложного Христа, если они будут приучены доверять своим чувствам, ощущениям и эмоциям. Но так и живут сегодня большинство христиан. Они живут от ощущения к ощущению, от чувства к чувству. И совсем не по принципу так говорит Господь. Поэтому я осмелюсь предположить, что если однажды, к примеру, Иоанн Павел Второй, или дух Иоанна Павла Второго появится в различных местах планеты Земля, большинство христиан поверят Ему, судя по Его похоронам. Если Дева Мария, к примеру, явится людям, христианский мир скажет, это должно быть Мария. Но дело в том, что Библия ясно говорит нам о том, что мертвые ничего не знают. Библия ясно говорит о том, как именно Иисус придет на Землю. И нам нужно просто-напросто жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Нам нужно научиться жить по принципу «так написано». Но для того, чтобы жить по этому принципу, нам нужно читать и изучать Библию, чтобы сделать ее частью нашей собственной души. из уст Божьих. Библию, чтобы Субтитры создавал DimaTorzok